Добрый вечер. Все ли могут меня слышать? Благодарю вас за такое вступление. Я очень рада, что я здесь. Я думаю, что все присутствующие здесь думают о всех событиях, которые происходят сейчас на европейском континенте. Уже год прошел с тех пор, как началась война, вторжение в Украину. И наверняка вы все помните о том, где вы находились 24 февраля 2022 года. Это был исторический день, когда началась трагическая жестокая война. И я думаю, что мы до сих пор пытаемся понять и осознать это событие как землетрясение, которое травматизировало всех нас разным образом. Я думаю, что все здесь присутствующие хотят понять ситуацию, как мы пришли к такой ситуации. Понять механизмы и тенденции, которые привели нас к трагедии. Конечно, больше всего страдают украинцы. многие согласятся, я думаю, что необходимо помогать украинцам, как только можно, наилучшим образом сотрудничать с ними. Я бы сказала, что мы все европейцы, граждане разных стран, несем ответственность за эти отношения. Я сама журналистка, я работала в России, я видела демократический переход. Мы видели такой демократический переход во многих странах Европы, в том числе в Испании. Такой демократический переход дает надежду, и мы надеялись на то, что такой переход произойдет в России. И мы все это сегодня будем обсуждать. И хотелось бы сказать несколько слов о наших прекрасных спикерах, которых я буду сегодня представлять. Я всеми ими восхищаюсь. Хочу сказать, что для меня, как журналистки, в России, которая занимается вопросами России уже давно, вся ситуация видится как две войны. С одной стороны, все то, что мы видим по телевизору на наших смартфонах, и с другой стороны, война в России. Это путинская война против гражданского общества. Это война, которую мы видим меньше, меньше фотографий. И сегодня два человека из мемориала смогут поговорить, рассказать нам о том, что происходит в России, почему Россия дошла до такой ситуации, и что мы можем сделать для того, чтобы как-то выбраться из этой трагедии. Итак, что мы будем делать? У нас будет полтора часа. Каждому спикеру я дам 7-10 минут на выступление. Я надеюсь, что все присутствующие здесь поймут, как мы дошли до такой ситуации. Это ключевой момент. Что мы не понимали о России, чего мы не понимали об Украине, что мы можем сделать. Кто виноват? И второй вопрос. Что мы можем сделать? То есть, что мы можем активно делать? Здесь мы видим людей, ведущих очень активную деятельность. То есть, второй вопрос. Что делать? Начинаем с Миколы, прекрасного писателя из Украины, который очень много пишет о европейской идентичности, об украинской идентичности. Сейчас мы знаем, как важно понимать эту идентичность. И потом я передам слово Елене Жемковой, главе мемориала, лауреату Нобелевской премии мира. Это прекрасная премия, но в трагических условиях. Ее команда продолжает работать. И далее мы заслушаем выступление Григория Шведова, который прибыл вчера из Москвы. Поэтому у него свежая информация о том, что происходит в России, какова атмосфера там и какие надежды мы можем питать. И далее мы будем проводить некоторые обсуждения, и можно будет задать вопросы. Вопросы нужно написать на бумажке. Это будет активное обсуждение. Благодарю вас за ваше участие. Микола, пожалуйста. Большое спасибо, Наталья, за прекрасное видение. И благодарю организаторов за возможность этой встречи. Я думаю, очень важно развивать отношения с этим районом, с этой страной, с этой местностью, которая так далеко от Испании. И очень важны события в этой местности сегодня для нас, для всех. Как я понимаю, мы сформулировали два основных вопроса русской литературы. Традиционная русская литература беспокоится о том, кто виноват и что делать. Значительно проще ответить на первый вопрос, чем на второй. Первый вопрос. Это обычный вопрос. Мы объединяем наши усилия для того, чтобы понять и оценить, что же случилось и как мы соскользнули, как мы скользили и оказались в этой ситуации, в этой части Европы. Мы близки к фашистской диктатуре, которая имеет место в России. И также мы видим путинскую войну с гражданским обществом. И война эта началась задавно, намного раньше, чем непосредственная война в Украине. И мы недооценили обе войны. Гражданское общество игнорировало ситуацию. И независимые масс-медиа, которые работают последние 20 лет, тоже игнорировали эту ситуацию. Так что мы в значительной части сами несем ответственность. Я не хочу говорить о ответственности русских интеллектуалов. Они лучше могут рассказать об этом, чем я. Но я могу рассказать о западных интеллектуалах. Потому что я наблюдаю западную политику в отношении России и Украины. И это очень важно, потому что эта политика основана на ошибочных постулатах. Основана на ошибке в области российской имперскости. И тут мы должны деконструировать знания этой имперскости. Это теория, которая с 18 века развивалась, и которая пользуется успехом на Западе и во всем мире. И существует идея субординации некоторых наций. И подобная имперскость была социализирована и в поп-культуре, и в журналистике. И эта культура стала частью реальности. Вы можете посмотреть на 10 изданий истории России. И вы увидите, что многие ученики выросли с этими знаниями, с этими учебниками. И они не делают разницы между Россией и Русью. Они страдают от глупых идей, которые приняли. И это не то же самое. Это как сравнивать Румынию и Рим. Это совершенно разные. Древний Рим, это совершенно разные понятия в историческом масштабе. И я думаю, что здесь были созданы ложные представления о регионе, ложные представления о России, о развитии России. И в частности, с 19 века. И Украина была полностью маргинализирована, исключена из европейских проектов. Она находилась в сфере влияния России. Поэтому я буду говорить не об этом. Но я думаю, что для западной публики важно проделать мыслительную работу и понять эту ложную теорию, которая распространена в западной части Европы. И мы знаем, что была страна, и что Крым был подарен Хрущевам Украине. И мы забываем о крымских татарах и о геноциде крымских татар. В общем, нам есть о чем подумать. И я предпочитаю... Также думаю, что надо оценить и ответственность Украины, потому что это сфера моих интересов. И прежде всего я хочу сказать, что Украина перед тем, как стать независимой, была советизирована до основания. Была коммунизирована. И Украина хотела быстро провести реформы и превратиться в западную страну, как Эстония, Латвия. Конечно, мы понимаем, что мы сами в чем-то виноваты, потому что реформы были очень быстрые для такой страны, как наша, которая страдала от советского колониализма. Но одновременно с этим есть у нас историческая ответственность, потому что украинские интеллектуалы, которые говорили о последовательном развитии от Киева к России, к Малороссии, к Великороссии и так далее. Это сумасшедшие украинские интеллектуалы придумали сотрудничество. Мы Малая парт России, мы участники, мы партнеры всей этой истории, этого существования. Они, украинские интеллектуалы, проиграли. Они несут ответственность за эту идеологию имперскости тоже. Но существуют некоторые корпоративистские идеи. И тут я хочу сказать, что мы все несем ответственность. На каждом из нас лежит доля ответственности. Мы должны анализировать, деконструировать. Мы должны деколонизировать нашу страну сегодня. Это очень важно. Что же нужно делать? Что делать? Это сложнее. Я надеюсь, что мы должны глубоко изучить, что происходит. И мы должны прийти к идеям эволюции наших стран. В Украине было две революции, но они не решили существующие проблемы. Они пытались разблокировать поступательный ход развития. Однако в какой-то момент это революционное развитие было блокировано тоталитарными режимами, диктаторскими режимами. Но мы должны дисблокировать ситуацию. Для этого нужны революции. Но только для этого. Мы должны разрушить дамбу. И все остальное надо делать в эволюционном порядке, эволюционном характере. При помощи гражданских организаций. И я был приглашен. И я работала всю мою жизнь в различных организациях гражданского действия. И в сам издате. И работала последние 8 лет в прессе. И для Украины, я думаю, то, что мы можем делать сами для себя, и для России, и для нас, и для Белоруссии, и, может быть, для Испании тоже. Мы, прежде всего, должны понимать, что происходит. Мы должны выиграть войну. Мы должны привести российский режим к коллапсу. Мы должны дискребитировать этот режим. Мы должны легитимизировать его. И я не думаю, что сегодня какая-либо демократизация, возможно, в России. Сегодня Россия – это фашистская диктатура, это государство типа Сталинской России, может быть, Брежневской России. Но у нас в России нет элиты, которая может прийти к власти и улучшить ситуацию. Хрущев был учеником Сталина, прислужником Сталина. Горбачев, пришедший на место Брежнева, тоже был верным брежневцем. И то же самое более-менее сейчас происходит в России. Некоторые люди круга власти не намного лучше, чем сама власть. Конечно, есть менее фанатичные люди, сторонники решения украинской проблемы. Я надеюсь, что такие люди все-таки в России есть. И мы должны способствовать этим переменам. Мы обязаны. Как? Как? Украина работает, Украина делает великую вещь, Украина сражается. Мы сражаемся, мы можем победить агрессивное государство на нас, напавшее. Мы должны остановить агрессора, потому что они двинулись на нас так, как могли. И пока их кто-то не остановит, они будут идти вперед. И не надо иметь иллюзий, надо видеть, что они сделали с Сирией, Крымом, Грузией. И никто не боролся за Крым. Они просто вошли, овладели полуостровом. И, вы знаете, иначе эта чума, эта эпидемия охватит все больше и больше территорий, если будет уверенность в том, что можно использовать шантажом, военными действиями, решить свои страшные задачи. И я думаю, что европейцы должны понимать, что это не только война Украины, это война всей Европы, война демократического общества. Это война ценностей, и мы должны защищать наши ценности. Конечно, ситуация очень неловкая. Конечно, Запад пострадал, и цены выросли. Вы должны тратить больше денег ежедневно и ежегодно. Украина же платит жизнями своих граждан. И эта ситуация очень тяжелая. И, вы знаете, у нас холодно зимой, жарко летом. А вам, например, жарким летом придется снизить температуру ваших кондиционеров. Понимаете, это, конечно, жертва. Но, тем не менее, ситуация очень сложная. Но у вас есть опыт. У вас есть опыт Германии. И сопротивление – это очень важное слово, и это очень важный принцип, о котором, я думаю, мы знаем. Мы знаем это с советских времен, мы знаем со времен тоталитарных режимов. Мы знаем, что сопротивляться трудно, но это совершенно необходимо. Спасибо, Никола. Лена, вы говорите, что сопротивление возможно. Итак, как мы оказались в этой ситуации? Это еще один вопрос. Что нам делать в этой ситуации? Во-первых, я очень благодарю за эти поздравления с Нобелевской премией. Это для нас важно. Но главное, может быть, самое главное – это то, что эту премию получили мы, люди трех стран. Это получили наши друзья из Белоруссии, наши друзья из Украины и мы из России. И мне кажется, это очень важный знак, и мне кажется, что очень важно это не забывать и подчеркивать, что это знак того, что Нобелевский комитет отделяет человека от страны. Что человек стране неравен, и что он нам как-то дает знак того, что мы нормальные люди, которые хотят, чтобы соблюдалось достоинство человека, и люди жили в нормальном мире, что мы, люди трех стран, можем это попытаться сделать вместе. Это первое, что я хотела сказать, и с чего я хотела начать. Второе. Меня назвали лидером мемориала. Это все-таки не совсем точно. Я, конечно, наверное, один из лидеров мемориала, но благодаря вашей поддержке, дорогие испанцы, мы здесь, в Мадриде, вообще собрались за многие месяцы первый раз в таком составе. И я хочу подчеркнуть, что мемориал – это действительно организация международная. Вот здесь сидят лидеры немецкого мемориала, итальянского мемориала, а в первом ряду сидит глава украинского мемориала. Здесь сидят мои коллеги, которые занимаются лидеры правозащитного направления, исторического, коллеги из Иктывкара и из Перми. И вот это, я думаю, очень важно в мемориале, что это не один человек и не один лидер, что это много и работа вместе. Вот прежде чем отвечать на эти сложные вопросы, я все-таки хотела, чтобы были даны эти уточнения. Наверное, когда система рухнет, и мы сможем пойти в архивы, и мы сможем посмотреть на настоящую, как-то чуть поближе приблизиться к тому, что реально, к документам, понять, кто принимал и как принимать решения, мы займемся тогда нашей обычной мемориальской работой. А сейчас мы все-таки скорее строим какие-то предположения, но тем не менее, мне кажется, важно понимать, что мемориал ведь возник в сущности после катастрофы и как ответ на катастрофу. Мемориал возник как желание огромного количества людей узнать правду и бороться за правду. И попытаться сделать так, но чтобы катастрофа, чтобы огромные жертвы не повторились. Попытаться сделать так, осмыслить то, что государство вышло из-под контроля, и следствием этого стали огромные жертвы. И, к сожалению, мы много сделали. Нам есть, в общем, чем как-то отчитаться. Нам есть чем ответить, если спросят, что вы делали, да? И все-таки мы, наверное, не сделали главное, потому что мы снова живем в мире, где государство вышло из-под контроля и совершает преступление, и снова каждый день увеличиваются жертвы. Значит, главное, не получилось. И я думаю, что не получилось то, что формула мемориала, которую мы, так сказать, написали на нашем знамени, формула очень простая, формула, которая говорит, что правосудие должно быть одинаковым для всех. Неважно, хороший человек или плохой. Но жертвы должны получить сострадание и компенсацию, а преступники должны быть наказаны. Для памяти жертв мы сделали довольно много. Это многолетняя, десятилетняя работа. Это база данных, в которой больше трех с половиной миллионов имен, биографии жертв. Это компенсации, это книги, это исследования, это работа с людьми. А вот для того, чтобы преступники были названы преступниками, и не просто названы, а осуждены, наказаны, вот это не получилось. И сейчас мы снова в стране, где люди в плену страха. Вот это главное чувство, которое сейчас владеет людьми. Им страшно. Конечно, есть люди, которые преодолевают страх. И если когда-то друзья из Чехословакии, после того, что в 68-м году семь человек вышли на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, и Чехи, после этого сказали, у нас есть семь причин, почему мы не можем ненавидеть людей в Советском Союзе. Сейчас в России больше, почти 20 тысяч административных уголовных дел заведены против тех, кто выступил против войны. В стране, где живет 140 миллионов человек, это, наверное, очень мало. Но все-таки у нас есть почти 20 тысяч причин для того, чтобы понимать, что все-таки не все в плену страха. И отвечая на ваш вопрос, что делать, я думаю, что нужно делать первое. Нужно помочь Украине выиграть войну. Это и наша судьба. Это и для нас будет победа. Второе. Очень важно помогать людям, в том числе тем, кто уехал из России. Они должны почувствовать, что они важные и нужная сила. Они те, на кого можно и нужно опираться. И третье, и главное, наверное, очень важно тем людям, которые находятся в страхе, под давлением. Понимаете, глупо сказать людям, не бойся. Ну, если я боюсь, ну, не бойся. Не получится. Но есть ли людям, которые в страхе, сказать, мы попробуем тебе помочь. Ты не один. Попробуй преодолевать страх. Вот я думаю, что это тот путь, к которому мы можем идти. Ну, а нам, мемориалу, надо просто продолжать нашу работу. Просто продолжать работать. Вот всем, всему мемориалу в разных странах. В Италии, в Германии, в Украине, в России, в Польше, в Чехии. Ну, может быть, и в Испании. Во Франции тоже. Во Франции, во Франции, точно. Простите, нехорошо. Ой, обидятся они на меня, что я их не называла. Вот. И, может быть, в Испании. Да. Спасибо большое, Лена. Григорий. Я, может быть, повторяю. Не надо повторить мои две вопросы. I don't need to answer to repeat my two questions. Я знаю, что ваши комментарии имеют особую ценность, потому что вы недавно приехали из Москвы. Это здорово, что вы приехали, чтобы рассказать нам о том, что там происходит. Пожалуйста, ответьте на два вопроса. Как мы сюда пришли и что мы можем сделать? Вы сейчас приехали из России. Как вам видится эта ситуация? Благодарю вас за приглашение и за организацию этого мероприятия. Меня зовут Григорий Шведов. Я из России. Мы работаем на СМИ. Мы охватываем 23 региона из Кавказа. Мы больше охватываем события на Кавказе. В основном территорию России. Но также и занимаемся некоторыми регионами Грузии. Как вы знаете, они были оккупированы. Я не могу сказать, кто виноват. Уже коллеги сказали ранее. Я думаю, что даже присутствующие здесь не знают ответа на этот вопрос. Мы работаем в нашем регионе над вопросами пыток, нарушения прав человека. Они происходят постоянно. Это вопросы, которые возникают уже несколько десятилетий. Что я могу сказать? Это то, что нужно делать. Это практические действия. Я считаю, что каждый из нас, включая каждого из присутствующих здесь, должен инвестировать свое время и уделять внимание этому вопросу. Мы слишком много слышим о насилии, о преступлениях. Гораздо проще инвестировать немного своего времени. Я провожу 40 минут в день, занимаясь этим вопросом. Каждый из вас может пользоваться любой платформой и решать, и читать о том, что происходит в Украине. И читать о трагедии, которая происходит каждую минуту. Но есть и другие места, где происходят трагедии. Например, мы работаем в Карабахе. Каждый день этот регион находится блокированным, является блокированным. Мы не можем ответить на вопрос, кто виноват, кто ведет себя неправильно. У нас есть представители в Бахку, в Ереване и так далее. Мы не говорим, кто виноват. Мы просто показываем, что происходит прямо сейчас. Но чтобы хотя бы немножко повлиять на ситуацию, нужно, чтобы вы обращали внимание на такую информацию. Если вы будете уделять внимание Твиттеру, или вы можете посмотреть видео в Ютьюбе, на самом деле существует огромное количество источников информации. Но мало людей, которые могут потратить время на ознакомление с этой информацией. И просто отреагировать на эту информацию – это очень важно. Я не знаю, что вы об этом думаете, но я считаю, я верю в это, что на самом деле нужно уделять внимание этим вопросам. Мы работаем на Кавказе, и там столько примеров того, что внимание на самом деле влияет на жизни людей. Но и благодаря комментариям, благодаря просмотрам ситуация меняется. Я вижу здесь известного журналиста, который освещал давным-давно события в Чечне, где незнакомый человек расстреливал людей из винтовки для пинбола. И никто не знал, кто этот человек был. И этот журналист рассказывал об этой истории. Я помню, как я читал его доклады. Никто не признавал этого случая, пока кто-то не поделился этим видео. Потому что видео снималось из машины. Люди, которые на самом деле проводили эту операцию, сами же и выложили это видео в Ютубе. И Ютуб после этого блокировал это видео из-за определенных правил. Но несколько людей, много на самом деле людей, посмотрели это видео. И Рамзан Кадыров должен был ответить на это видео. Он сказал, если бы я знал, что такое происходит, что там расстреливают женщин, я бы поблагодарил их. Я бы наградил их. На самом деле, очень много ситуаций в России, где нет логики. Даже при том, что он это сказал, даже в тот самый момент, когда он это сказал, перестрелка прекратилась. И я считаю, что все те люди, которые просмотрели то видео, оно было не очень популярно в соцсети в то время, они повлияли на ситуацию, и те люди, которые поделились этим видео, внесли свою лепту. Я думаю, что многие из нас могут отреагировать на то, что происходит, могут просматривать видео и могут влиять на ситуацию. Вот мой ответ на вопрос, что делать. Благодарю вас, Григорий. Я слушала ваше выступление о том, как важно, чтобы информация поступала к нам, и чтобы люди, которые находятся вне диктатуры, обращали внимание на эту информацию. На самом деле, все это напоминает мне о периоде диссидентов СССР. Было очень важно, чтобы диссиденты поставляли информацию на Запад. И мы слышали тогда об окончании Холодной войны, о действиях Горбачева. И тогда мы, на самом деле, очень много думали об этом. Это было такое столкновение между демократией и авторитарным режимом. Благодарю вас за ваши замечательные выступления. Они открыли нам несколько путей для обсуждения. Хочу, чтобы вы прокомментировали одно замечание. Мне кажется, что ключевая причина этой войны, начало этой войны – это то, что для системы Путина либерально-демократическая Украина, обратившаяся к Европе, к европейской семье, это было слишком политически опасно для такой системы. Для него угроза заражения демократией этим вирусом, который он не хотел видеть в России. Это очень было опасно. Вы согласны с этой идеей? Вы согласны с тем, что Украина была слишком опасным примером для Путина? Потому что россияне могли увидеть, что в соседней стране славяне, славянский народ начинает идти совершенно по иному пути. Он хотел уничтожить этот пример. Это не очень оригинальная, может быть, идея, но я верю в это. Что вы думаете об этом? И если вы можете что-то добавить о том, как вы на самом деле оцениваете популярность Путина сегодня. Многие говорят, что Путин делает жестокие вещи, но он популярен в России. Что вы думаете об этом? Кто хочет начать? Григорий? Для начала, многие люди, которые любят Путина... Хотелось бы сказать, что Центр Левада и другие организации оценивают информацию, но на самом деле очень сложно оценить именно этот вопрос. Очень сложно оценить, насколько популярен кто-то конкретный. Думаю, что в сознании мужчин и женщин существуют две вещи. Очень многие на окраинах России и даже в Москве считают, что они недовольны образованием, жилищным вопросом. И те же самые люди говорят, что Путин прекрасный человек. У нас нет оппозиции уже много лет. Алексей Навальный в тюрьме. Он олицетворение оппозиции. Российская пропаганда известна всем. И многие люди считают и чувствуют, что тот, кто находится на верхушке власти, не несет ответственности за испорченные дороги, за системные проблемы, за плохую здравоохранительную систему. Я не верю в то, что Путин очень популярен. Но, конечно, если через месяц будут проходить выборы, он победит. Но вопрос тогда, насколько точна эта модель. Академики используют эту модель. То есть, порядок или демократия. На самом деле, мы не должны выбирать. Кто-то говорит, порядок, Сталин. Сталин как воплощение порядка. Кто-то противопоставляет эти понятия. Верховенство права, демократия, с одной стороны, с другой стороны. Порядок. То есть, если пройдут выборы через месяц, к примеру, я думаю, что на самом деле и оппозиция могла бы победить, если бы это были честные выборы. Есть люди, которые позитивно говорят о Сталине, но также они противопоставляют его, Путину. Не знаю, насколько я полностью ответил на ваш вопрос. Елена, может быть, вы попробуете ответить? Хочу напомнить, что это вообще-то был длинный и долгий процесс. И сначала это началось как управляемая демократия. И вот эта идея, что все должно быть управляемо, это ведь длинная и долгая идея. Это идея, на пути которой были уничтожены независимые СМИ. Это идея, где была довольно показательно продемонстрирована, что может происходить с независимым бизнесом. И мы все помним процесс Ходорковского и все, что происходило. Это путь, на котором, как у нас это уже теперь не в шутку говорят, а всерьез, парламент не место для дискуссии. Это, собственно, сам российский парламент про себя так говорит. Парламент не место для дискуссии. И, конечно, это путь, на котором, собственно говоря, практически уничтожалось гражданское общество. Таким образом, из управляемой демократии постепенно это превратилось в идею управляемости и прогнозировости всего. И, конечно, даже глупо сейчас напоминать о тех людях, которые раз за разом, год за годом говорили, что это опасно, что у этого может быть плохой конец, что репрессии, которые не получают осуждения внутри страны, обязательно выплескиваются наружу. Если преступление не называется и не осуждается внутри страны, оно превращается в преступление наружу страны. Собственно говоря, это и произошло. У нас есть еще вопросы. Я согласен в некоторой степени с тем, что демократичная Украина, потенциально демократичная Украина представляет собой угрозу тоталитарному режиму в России, потому что он делегитимизирует его. Но я думаю, это не самая главная проблема. Я бы смотрела на этот вопрос в более широком контексте. Конечно, Украина – это угроза. Путин говорит, что это экзистенциальная угроза России. И вот почему необходимо ее разрушить. Но не только потому, что она может стать демократичной и станет привлекательным примером для России. Да, она может стать привлекательным примером, но он видит угрозу в Украине гораздо более глубокую, которая делегитимизирует всю историческую методологию России, которая строится на присвоении Украины, ее географии, ее истории. Все это основывалось на идентичности Украины. И это несовместимо. Эти две реалии не могут сосуществовать. В Принстоне мы обсуждали российско-украинские отношения. Это было мероприятие онлайн для студентов Эрасмуса. И мы говорили о российско-украинских отношениях. Еще с 18 века, со времен Российской империи, Россия пыталась уничтожить Украину. Вначале пыталась ассимилировать Украину, и все не получалось. Потом она практиковала голодомор, депортацию, война. Но все это время основная идея была одна и та же. Эти две реальности несовместимы. И поэтому Украина, более демократичная Украина, более европейская Украина представляет собой, конечно, угрозу для России. Эту проблему можно было бы решить, если бы речь шла только о демократии и европейском характере Украины. Но на самом деле это экзистенциальный вопрос для России. Вот в чем проблема. Хочу призвать всех присутствующих здесь прочитать книги Миколы Рябчука, поддержать «Кавказский узел» Григория Шведова, и хочу, чтобы все присутствующие здесь продолжали поддерживать мемориал и госпожу Елену Жемкову. Благодарю вас за участие в этой встрече. Субтитры подогнал «Симон»